Встречаясь с руководителем нашей инициативной группы, попросил, чтобы мы продолжали собирать подписи. Я тогда попросил собирать подписи не потому, что нам чего-то не хватает, подписи. Мы получаем огромный, огромный массив информации снизу о том, что происходит там, внизу. Вся она анализируется и основные вопросы, которые волнуют людей, кристаллизуются, выкристаллизовываются и на стол президента. Что греха таить постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство, услуги, ЖКХ и что надо делать жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому месяц тому назад в плане контроля за выполнением моих поручений было определено это совещание. Это решение не вчерашнего дня. Вот прелюдия и конспирология того вопроса, который мы сегодня будем рассматривать. Почему конспирология так образно называют? Потому что в период предвыборный и любое заявление, действие, шаги президента, они сейчас рассматриваются альтернативщиками под увеличительным стеклом, под лупой. И везде ищут какие-то подводные камни. Никаких подводных камней. Просто нам нужно заниматься этим вопросом, очень важный вопрос волнующих наших людей. Мы и впредь этим вопросом будем заниматься. Прежде всего сегодня ЖКХ. Эта тема продиктована жизнью. Практически все население страны ежедневно пользуется жилищно-коммунальными услугами. И то, насколько люди довольны их качеством и доступностью напрямую, влияет на настроение в нашем обществе. Следовательно, в злочительной степени формирует и социально-политическую обстановку, уровень доверия к действующей власти. В октябре 2017 года на республиканском семинар-совещании мы определили направление действия ЖКХ и рассмотрели основные проблемы. Мы тогда решили, что коммунальная сфера должна стать приоритетом номер один для руководителей регионов. То есть председатели райсполкома в горе сполкома прежде всего, ну и контроль за губернаторами. Это ваша сфера деятельности, потому что она непосредственно соприкасается с жизнью людей. В этом случае была принята директива номер семь, и как мне сегодня уже докладывалось, сделано многое в плане прозрачности, формирования тарифов, снижения себестоимости, обеспечения окупаемости практически всех видов услуг, повышения надежности инженерных сетей и оборудования. Мы не должны ни на минуту забывать, что основным критерием эффективности работы системы жилищно-коммунального хозяйства является оценка качества оказываемых услуг потребителям, обычным человекам. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано. Я знаю, что есть разные люди, есть обычные жалобщики, но это же единицы, и к ним надо присмотреться, ведь и они иногда правду говорят, но есть люди, которые жалуются, которым и помочь некому, и мы должны им помочь. В 2019 году, в прошлом, каждое пятое обращение граждан, поступившее в администрацию президента, касалось недовольства людей работой жилищно-коммунальных служб. В этом году эта тенденция, к сожалению, сохраняется. Чаще всего жалуются на качество капитального и текущего ремонта. Но разве не проблема? И мы спокойно на это смотрим. Строители и прочие, кто там ремонтирует, делают, ну не просто некачественно, но делают так, как будто умышленно это делают. Но если ты решил починить крышу, то сделай так, чтобы на голову не текла вода, и чтобы люди в квартирах тазики не подставляли в дождь. Ненадлежащее содержание подъездов. Тут, конечно, удивительно. Подъезды должны содержать люди. И вы понимаете, что эти загаженные подъезды, это прежде всего проблема этих жильцов. Люди критикуют недостаточное благоустройство дворов и населенных пунктов. Я уже говорил, на это деньги из бюджета тратить, ну, один процент надо. Благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов, это должно осуществляться, как в советские времена говорили, инициативным способом. То есть люди сами должны выйти, привести в порядок этот двор, где-то дерево посадить, перекопать почву для того, чтобы подсеять траву. Проблемы отрасли, к сожалению, до конца не решены. И сегодня, после детального обсуждения, мы должны найти ответы на все имеющиеся вопросы. Я хочу услышать от правительства, какие узкие места есть в этой системе ЖКХ, кто на каком этапе недорабатывает для обеспечения ее эффективного функционирования, есть ли в настоящее время необходимость совершенствования государственного регулирования этой сферы. Нужен абсолютно объективный анализ, никаких самоотчетов и четкие нужны деловые предложения. Уважаемый Александр Григорьевич, участники совещания, в рамках выполнения ваших поручений и требований директивы обеспечивается выполнение ключевых показателей развития отрасли. Ежегодно обеспечивается выполнение задания по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 5%. В 2019 году затраты снижены на 6% и сэкономлено 77 миллионов рублей. Проводимая работа по снижению роста затрат позволяет сокращать бюджетное и перекрестное субсидирование жилищно-коммунальных услуг. С 2016 года объемы такого субсидирования сокращены почти на 200 миллионов рублей. Это позволяет снижать нагрузку на бюджет и на реальный сектор экономики. Принимаемые меры позволяют обеспечивать формирование тарифов на услуги ЖКХ в пределах 5-долларового коридора. Механизм прозрачен и понятен для граждан. Уровень возмещения населением затрат по услугам ЖКХ по итогам текущего года прогнозируется на уровне 83,2%. Обеспечивается выполнение вашего поручения по ускоренной замене до 2021 года в многоквартирных жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. В текущем году работа будет завершена. В дальнейшем она будет проводиться в плановом порядке. Системно работаем по выполнению вашего поручения по обеспечению до 2025 года всех потребителей качественной питьевой водой. В соответствии с планом ведется строительство станции обезжелезивания. В текущем году будут введены в эксплуатацию еще 275 станций, что обеспечит выполнение задания на пятилетку. При этом доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек, проживающих преимущественно в сельской местности.